Добрый вечер, дорогие телезрители! С наступающим всех 2018 годом! Мы, как и огромная масса всех тех, кто ответственен за проведение новогодних мероприятий, находимся на боевом посту, на своем дежурстве, и хотели бы очередным выпуском программы «Народный контроль» внести некую нотку умиротворения, нотку успокоения, возможно, тем людям, которые задаются вопросом. Все ли у нас предусмотрено, все ли у нас под контролем, все ли у нас, скажем так, проверено надлежащими структурами накануне главных праздничных событий? Вы смотрите программу «Народный контроль. Праздники без ЧП». Структуру программы мы образовали согласно тем многочисленным вопросам и пожеланиям, которые поступают в адрес нашей программы в социальных сетях, по телефону горячей линии. И, конечно же, представьте, начиная чуть ли не со второй половины, с 15 числа декабря, начинаются вереницы, скажем так, в тех новогодних празднеств, торжественных мероприятий, в которых участвует огромное количество социальных учреждений. Это воспитанники детских садов, учащиеся школ, вузов, даже находящиеся на лечении в медицинских учреждениях, и, скажем мне, они не обделены ноткой торжества. И вот перед тем, как с чистой совестью пойти кушать мандарины, все-таки хотелось бы... Давайте с вас начнем, Ольга Юрьевна. Специфика директора школы, как человека, который в огромной степени ответственен за здоровье и жизнь своих учащихся, сотрудников. Давайте немножко о специфике. Как вы встречаете Новый год, с какими мыслями, что проверяете в первую очередь и так далее? Все-таки у вас опыты не занимаются. И главное, наверное, в работе любого руководителя образовательной организации, это сделать так, чтобы самый любимый новогодний праздник, Новый год, праздник детей любимый, не огорчили какие-то неприятные ситуации. И самое главное, родители нам доверяют самое ценное – жизнь и здоровье своих детей. Поэтому дети должны прийти на праздник веселые, нарядные, уйти с хорошим настроением. И самое главное, чтобы родители были уверены, что дети находятся в полной безопасности. Поэтому перед началом Нового года у любого руководителя образовательного учреждения есть целый план мероприятий. Это проверить и эваковыходы, провести инструктаж всего коллектива. Совместно с сотрудниками ПОЖ-надзора проводится проверка установки елки, наличие огнетушителей и так далее. Каждый работник организации знает свои действия в период чрезвычайных ситуаций. Поэтому надеюсь, что все проходит у нас с хорошим настроением и самое главное – в полной безопасности. Большое спасибо помогают всегда родители. У нас проходит сегодня праздничный вечер для учеников седьмых-восьмых классов. И на каждом этаже везде за порядком помогают наблюдать родители, кроме педагогов в гимназии. Сколько человек примерно, вот вы говорите, сегодня проходят два мероприятия, у вас прошли, да? Да. Сколько человек привлечены для обеспечения, ну, надлежащего контроля, надлежащего надзора, скажем так, примерно, и родителей, и педколлективов? Ну, шесть классов, шесть классных руководителей, шесть человек администрации, два охранника в неведомости, ну, вот охрана, которая у нас обеспечивает, социальный педагог, социальные службы, старшая вожатая, плюс от каждого класса по 4-5 родителей. То есть, ну, достаточное количество взрослых на небольшое такое количество учеников. К вашему коллеге, но дошкольного учреждения, да, дошкольного образовательного учреждения. Специфика все-таки детских садов, это как пациенты больницы, да? Они что-то могут, но не в полной мере, да? Ну, я хотела сказать, что охрана жизни, здоровья детей, детского сада, это основная задача вообще всего коллектива. И она вообще важна не только в преддверии новогодних праздников, это вообще каждодневная, ежечасная, ежеминутная наша работа. Создать безопасные условия для всех детей детского сада и, конечно же, сотрудников также. Ну, в общем, чтобы все было, как говорится, ну... Тип-топ. Да, тип-топ, можно так сказать. Вот. И я хотела тоже добавить, вот, коллеги, к словам коллеги, что ежегодно Управление образования у нас издает приказ о безопасном проведении новогодних утренников. И согласно этого приказа мы должны выполнить ряд мероприятий, которые, значит, обязательны для, ну, безопасного проведения вот праздника. Да, ну, это любого праздника касается, но Новый год, конечно, это особенно такой большой праздник. Вот сегодня мы тоже провели два утренника утром, после обеда один утренник. Конечно, все расписано у нас, у каждого сотрудника расписано все буквально, ну, все его действия в случае каких-то непредвиденных ситуаций. Поэтому, конечно, стараемся, чтобы все было, ну, правильно вы сказали, тип-топ. Что касается лечебных, хочешь еще раз, я вот сказал, что есть своя специфика, да? Иногда пациенты, они могут быть лежащими, могут быть немобильными и так далее, да? В таких условиях, вот, усиление мер по обеспечению безопасности, как вы обеспечиваете? Вообще, обеспечение безопасности для нас это совсем абсолютно неформальный подход, ибо жизнеобеспечение медицинских организаций – это краеугольный камень вообще социальных вопросов, обеспечение здоровьем граждан. В связи с этим важным является то, что не только это противопожарные меры. Как я уже сказал, жизнеобеспечение – это и электроводы, теплосети нужно сохранить, канализационные системы нужно сохранить. И в этом плане, конечно, работа очень большая проводится. Кроме того, что как Министерство здравоохранения озабочено этим, задает нам приказы. Мы, как главные врачи, у себя не только дублируем приказ Министерства здравоохранения, мы назначаем каждого ответственного в ночное время, в дневное время. Это контролируется руководителем медицинских организаций, кто остается, по какому адресу, по какому телефону. Это дублируется в Центре медицины катастроф. И потому вот такая подготовка, я считаю, очень необходима. Ибо во многих медицинских организациях ведь есть пациенты, вернее, пациенты находятся еще и в круглосуточном режиме, которые маломобильные, малотранспортабельные. Еще тем более идут операционные вмешательства, оказание различного рода медицинских услуг в травмпунктах и так далее. Поэтому, конечно, здесь мы подходим абсолютно неформально. И даже если мы, скажем, при каждом медицинском учреждении есть штаб гражданской обороны, там расписан алгоритм, в случае чего, когда, кого, по какому алгоритму кто вызывается. И у нас в медицинских организациях созданы так называемые мобильные бригады, которые все время находятся в режиме нон-стоп, то есть в режиме ожидания. И как раз это, скажем так, и предотвращает, и быстро, в случае каких-то, может быть, проявлений в каких-то неясных ситуациях, эта бригада реагирует в первую очередь. Тут не обязательно главный врач должен семя рук водить. Алгоритм уже разработан так, что дежурный врач знает в первую очередь, кто ему поможет. Не главный же врач, кто ему поможет, а потом уже идет по алгоритму. Ну, логика есть, абсолютная. Ольга, ну вы перед эфиром сказали, что с момента тех трагических событий, которые происходили в прошлом в образовательных учреждениях, предпринято очень много для обеспечения большей безопасности, большей эффективности тех мероприятий, которые обеспечивают сохранение жизни и здоровья учащихся. Давайте сравним, что было и что есть. Ну, сейчас, в данный момент, вот я могу, наверное, сказать за все образовательные учреждения города Якутска, во всех образовательных учреждениях установлена и пожарная сигнализация. В полном порядке находятся и ВАКО-выходы. Все образовательные организации оснащены средствами пожаротушения. Все организации выведены на тревожную кнопку вот на 0-1, потому что в случае, ну, какой-то чрезвычайной ситуации срабатывает сразу пожарная сигнализация. И бригада, значит, должна прибыть на место очень быстро. Поэтому, ну, каждый год выделяется Министерством образования республики, городом якутском, муниципалитетом, окружной администрацией города Якутска средства на как раз безопасность. Это и пожарная безопасность. Много лет вот в городе стоял вопрос там с охраной в образовательных учреждениях. Уже, по-моему, более пяти лет муниципалитет выделяет средства на то, чтобы каждая школа, в каждой школе был заключен договор с охранными агентствами за счет средств муниципалитета. И обеспечивается порядок, в том числе и во время новогодних праздников. То есть мы, ну, чувствуем постоянную защиту и заботу со стороны, вот, ну, государства, естественно, о жизни и здоровье детей. Я приплюсую, наверное, к этому, что в охранных структурах работают в основном бывшие сотрудники правоохранительных органов, да, которые, ну, не то что лучше ориентируются, они более подготовлены, более ориентированы, более, имеют больше, скажем так, опыт действий в каких-либо экстремальных ситуациях. Ну, с охранными агентствами бывает по-разному, допустим. Я за все не могу сказать, потому что охранные агентства определяются путем проведения электронных торгов, электронного аукциона. И, ну, я к нашим охранникам, как бы, претензий не имею. У нас работает постоянный, стабильный, ну, вот, коллектив, персонал, да, ну, их два, не коллектив, два человека, значит, работают. И они уже работают не первый год, они знают детей, они знают родителей. И самое главное, они хорошо знают нашу систему всю безопасности, систему видеонаблюдения в школе. Они знают, как открываются и закрываются все эваковыходы. То есть, ну, и самое главное, они знают порядок действий в чрезвычайных ситуациях. Это очень важно, когда в образовательных организациях работают, ну, вот, постоянные охранники, а они меняются. Ротации нету, да? Евгений Александрович, вы можете дополнить руководителей социальных учреждений? Какие еще моменты, возможно, следует обратить большее внимание? Пожалуйста. Ну, во-первых, необходимо знать нормативно-правые акты Российской Федерации. В первую очередь, это, соответственно, федеральный закон 69-й о пожарной безопасности. Это постановление правительства 390-я 25 апреля 2012 года о противопожарном режиме. Собственно, которым утверждены правила противопожарного режима Российской Федерации. В них четко указано, какие мероприятия должны выполняться, в том числе и по елкам. Это 31-32 пункт. Там указано расстояние от потолка, соответственно, до стены. Должно быть не меньше метра. Это, соответственно, по гирляндам. Мы знаем, что такие гирлянды, во-первых, они должны иметь сертификат соответствия. Это первый момент. Во-вторых, если они из зарубежного производства, обязательно должен быть перевод на русский язык. Мало того, соответственно, необходимо смотреть, каким образом они установлены и наблюдать за ними. То есть, если они включены, надо смотреть их не в работу. Если они неисправны, соответственно, они подлежат отключению. То есть, очень много требований. В том числе по тем материалам, которые применяются для украшения елок. Так называемая вата, некоторые другие материалы. Они должны пропитываться огнезащитным составом. То есть, должен быть соответствующий акт. И, в принципе, вот эта вся работа, она обязательно должна актироваться. Должны быть подтверждающие документы о том, что работа выполнена, все соответствует требованиям. Ну и, соответственно, все это хранится у ответственного лица в папке пожарная безопасность. Но также хотелось добавить, вот тут очень много было сказано по поводу того, что, да, вроде бы выполняется, все это есть. Но, помимо всего прочего, в особенности для объектов с массовым пребыванием людей, это объекты 50 и более человек, это на этаже, если 10 и более рабочих мест организовано. В том числе и должны быть средства индивидуальной защиты органов дыхания. Так называемые КЗУМ, либо газодымозащитные комплекты. В свое время было модным покупать капюшонный Феникс. Ну, сейчас очень прогресс пошел вперед, поэтому очень много альтернативных каких-то других вариантов. Данные средства помогают при начальной стадии загорания, то есть когда дым только набирает помещение. Вот в течение до 30 минут, соответственно, персонал, который подготовлен для этих мероприятий, он может их использовать и выполнить все необходимые манипуляции. То есть вывести персонал, вывести посетителей и спасти материальные ценности. Время работы у них до 30 минут. Помимо этого, также должны быть еще средства спасения людей. Мы же не должны забывать, что в случае, если пути эвакуации будут отрезаны огнем, люди куда у нас пойдут? Они пойдут через окна, либо через специальные люки. Значит, соответственно, нужно предусмотреть с учетом свайного поля, то есть технических этажей, спасательные устройства на примере так называемых веревочных лестниц, спасательных рукавов. Это может быть каскад, 5 так называемые, тоже, кстати, российская разработка. И некоторые другие варианты, которые можно крепить как за анкер внутри помещения, снаружи и так далее. То есть вариантов очень много. Самое главное, что эти устройства должны быть обязательно проверяться, то есть испытываются два раза в год, должны иметь паспорта от завода-изготовителя. И находиться эти устройства должны в самом безопасном помещении этажа. То есть таких этажей может быть несколько, соответственно, они должны быть рассредоточены. Левое крыло, правое крыло и так далее. То есть вариантов очень много. И только по решению руководителя, только руководитель определяет, что это за устройства, где они располагаются, каким образом они. И дополнение еще, можно сказать, следующее. Чтобы определить, сможет ли персонал эвакуироваться безопасно, нужно проводить тренировки. Как известно, правило определяет количество, это два раза в год. Обычно это бывает весной и осенью, пока люди у нас не ушли в отпуска в очередные. Соответственно, нужно проводить данные тренировки. Есть определенные рекомендации МЧС России, как это проводится. Но в любом случае, временная эвакуация очень ограничена. С учетом того, что есть дошкольные учреждения, для них время чуть-чуть больше, чем для школ. Связано с тем, что детей надо, во-первых, одеть. Их надо в соответствии с двухсторонними соглашениями вывести из одного помещения в другое. Я имею в виду из одного здания в другое здание. Это в холодное время года. Ну и так далее. То есть об этом можно говорить, конечно, бесконечно. Но самое главное, требования пожарной безопасности, они очень важны в этот период. Потому что массовые мероприятия подразумевают собой 50 и более человек. Не забываем, что помещения должны быть не меньше, чем два эвакуационных выхода. Это первый момент. И с учетом того, что это за здание, то есть какой степени, где стойкость, 4-й, 5-й, это обычно деревянные здания, да. То, соответственно, все-таки проводить мероприятия на первом этаже. То есть всегда смотрите в нормы. В нормах все четко указано. Посмотрите технический регламент, это 123-й федеральный закон. Посмотрите некоторые другие нормы, касающиеся пожарной безопасности. Я впервые, кстати, слышу, чтобы мероприятия типа йоги, да, они были вполне серьезно зарегламентированы соответствующими. Нет, на самом деле это не смешно, да? Я просто этот самый, Дмитрий, извините. Оно зарегламентировано. Оно, ну это абсолютно правильно, потому что речь идет о жизни и здоровье детей. Для нас, вот то, что сейчас прозвучало, это мы тоже все знаем, как отче наш, понимаете? Разбудилось 4 часа ночи, вы это повторите, да? Да, 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 сколько эваковыходов, где должна стоять елка и так далее, и так далее. Потому что, ну, как бы ни казалось, что это все вот формально, что это такой праздник самый лучший, сказочный, а тут какие-то... Пропитки какие-то, да, да. Но, тем не менее, это еще раз я хочу подчеркнуть, речь идет о жизни и здоровье детей, и я думаю, что во всех организациях эти требования неукоснительно соблюдаются. Если бы это не было выполнено, ни детский сад, ни школа не получили бы разрешение ПОЖНОДЗОРа на проведение новогодних утренников. Ну, не положа руку на сердце вообще, объективно, а ваши коллективы, вот, детских учреждений, да, они насколько часто тренируются вот на проведение определенных мероприятий в экстремальных условиях? Ну, как сказали, строго, два раза в год. Обязательно. Обязательно. Да, это актом, у нас все это протокол, акт, все расписываются, и мы засекаем время, это учебная тренировка. И учение проводится обязательно в присутствии инспектора, который все регистрирует, и в том числе, если касается маломобильных пациентов, значит, мы сразу определяем число насилок, пути отходов, пути, значит, как это все транспортировать и так далее, значит, подгоняются автомобили, сколько нужно, потом указывается пути эвакуации и место назначения конечного пункта эвакуации. Это все действительно проводится, и не менее двух раз в год это точно. Я хотела тоже еще добавить, что прежде чем получить вот акт о безопасном проведении новогоднего утренника, мы должны действительно выполнить все требования. У нас инспектор приезжает в детский сад, он проверяет все, что положено согласно правилам проведения новогодних утренников, и только после этого дает заключение о том, что, значит, учреждение, оно может провести эти утренники. Это акт у нас у всех находится, у каждой заведующей, в специальной папочке. Вы, может, знаете, за другие учреждения кто-нибудь не получает вот такие вот разрешения? Нет. Ну, недавно, ну, традиционно в управлении образования города Якутска проводится совещание перед проведением вот новогодних праздников, когда собирают заведующие, директоров всех образовательных учреждений. Выступают представители Роспотребнадзора, ПОЖнадзора. Вот, МЧС приходит... Мы просим прощения, что заговорившись об обеспечении безопасности, ну, упустили, скажем так, момент, когда мы перешли на рекламу. И Александр Федорович вот высказал очень интересную мысль. Давайте мы ее озвучим в эфире. Ну, я высказал о том, что на сегодняшний день вот руководители организации вообще перестали надзорные органы воспринимать как какое-то зло, что в этом есть какая-либо необходимость. Мы сейчас воспринимаем это правильно, мы считаем, что это нужно, и воспринимаем его так, как что именно эти органы, надзорные органы, нам помогают в работе, а не мешают нам. И в это как раз есть и не только безопасность лично, скажем, для пациентов, да, это и есть безопасность для нашего населения, для наших пациентов. Поэтому мы на надзорные органы, в общем-то, реагируем совершенно адекватно и правильно. Спасибо, дорогие руководители учреждений, образовательных, лечебных. Евгений Александрович, все-таки хотелось бы коснуться другого аспекта, да, фейерверки и прочая пиротехника. Да, вот давайте немножко остановимся на этом. Ну, во-первых, надо сказать о том, что пиротехнические изделия в обязательном порядке даже импортного производства, они должны иметь перевод на русский язык, это во-первых. Во-вторых, данные пиротехнические изделия приобретаются в специализированных отделах магазинов, то есть сладка с улицы его покупать ни в коем случае нельзя, тем более китайские. Часто приводящие к трагическим последствиям. Почему? Потому что зачастую ими пользуются именно дети. Дети, во-первых, не могут прочитать инструкцию, соответственно, если не могут, тем более без присмотра взрослых. Часто получают травмы, тем более термические. Вот, соответственно, всегда обращайте внимание на то, что данные изделия покупаются, приобретаются именно в магазинах, в первую очередь. Второе, это инструкция. Третье, надо ознакомиться с ней, что там написано. Со счетом того, что если эти устройства находятся в мортирах, то есть устройства, которые предусматривают подъем этого пиротехнического изделия на определенную высоту, то эти мортиры должны устанавливаться вертикально. Таким образом, значит, в зимнее время, естественно, есть снег. С снегом это все дело утрамбовывается таким порядком, чтобы мортир ни в коем случае не упал. Почему? Потому что если он упадет, соответственно, изделие это может попасть в человека и приничтожить ему определенный вред. Естественно, в зависимости от того, что это за изделие, оно вылетает на очень большую высоту при помощи этого мортира. Поэтому не всегда бывает так, что вот это пиротехническое изделие догорает до конца верхней точки, скажем, взлета. Оно, не догоревшее, падает на определенные конструкции, в том числе на кровли зданий и так далее. Поэтому, когда запускаем, нужно контролировать, куда оно попало, соответственно, и в случае чего применить огнетушители. Поэтому места проведения таких вот мероприятий, где применяется пиротехника в обязательном порядке, должны быть первичные средства пожаротушения. Но обычно их комплектуют те организации, которые организуют вот этот запуск вот этих пиротехнических изделий. Это бывает на 9 мая, это может быть на День города, на какие-то другие. Я имею в виду, что на все те мероприятия, которые имеют массовый характер. Если мы говорим о том, что применяется где-то во дворах, скажем, на Новый год, теми же детьми, опять-таки, присутствие взрослых, во-первых. Во-вторых, ни в коем случае, вот часто дети направляют друг на друга, этого тоже делать ни в коем случае нельзя. Подкидывать еще каким-то другим способом. То есть использовать по назначению, как это указано в инструкции. Других способов здесь быть не может. Есть же отведенные места для запуска фейерверков и прочей пиротехи. Ну, тут надо понимать, что если это, ну, скажем так, промышленный вариант, да, то есть там, где предусмотрено для большого количества людей, да, для того, чтобы это было зрелищно, да, действительно, органами местного самоуправления, ОМС, там, некоторыми другими, значит, соответственно, предусматривается изначально площадка, на которой безопасно можно провести это мероприятие. Согласовывается с установленным порядком, в том числе и с органами государственного пожарного надзора. Эта площадка должна обеспечивать определенное расстояние от сгораемой конструкции, да, от заборов, от каких-то строений, зданий и так далее. То есть дистанция должна быть достаточно прилична. Опять же, с расчетом того, что это за пиротехника, какой у нее разлет. То есть по высоте, по ширине и так далее. То есть там уже речь идет за сотни метров. Поэтому нужно обязательно смотреть этот момент. Промышленные, вот, ну, промышленная пиротехника. Я имею в виду массовое, вот, гуляние людей, новогоднюю ночь, когда на центральной площади запускается праздничный салют. Вот силу правопорядка, какие меры принимают, на что обращают внимание больше, и чтобы это знали люди, что было бы полезно иметь? Ну, вот, как предыдущий оппонент сказал, что там они определенного класса имеют. В зависимости от классности мы обеспечиваем безопасность. То есть это отцепление. Наверное, обратили внимание, что 9 мая, вот, все мероприятия, где салют у нас стреляют, стреляют, да, вот, используют. Мы отцепление делаем сотрудники органов внутренних дел. Ну, у нас, допустим, с 13-го года по новогодним мероприятиям это специально ответственное место, это зеленый лук. То есть все подходы с той и с этой стороны закрываются, там сотрудники ГАИ выставляются, специалисты из числа сотрудников полиции с приглашением тоже МЧС ставятся. И даже могу сказать, что вот зрелищность вот этого фейерверка зависит от дистанции отцепления, может быть. То есть определенная классность, определенное расстояние. Допустим, это 300 метров, 500 метров. Чем больше отцепление, чем дальше установка вот этих идет, чем, скажем так, зрелищно... А с площадью Ленина что, Игорь? Ну, с площадью Ленина там мы обычные документы смотрим, то есть всегда смотрим, не обычные, а всегда смотрим документы и смотрим по классности. Там определенная классность есть. Где-то если классность ниже, то отцепление, соответственно, меньше становится. Где больше, то отцепление, естественно, на зеленую луку. Игорь Ильич, все-таки я добавлю к словам Евгения Александровича, да, ни в коем случае, товарищи, не занимайтесь запуском пиротехники и так далее, в состоянии, даже если вы немножко выпили, да. Это первое требование, наверное, безопасности, которое нормальный человек усечет раз и навсегда, да. И все-таки вот места массового склопления, там бывают разные, там могут конфликты какие-то произойти. Вот обеспечение общественного порядка, органы МВД, насколько сильно усиливают контроль за ситуацией вообще в праздничную ночь? Вообще к таким мероприятиям мы готовимся за год. То есть с января месяца мы уже готовимся новогодним мероприятиям, там планы подписываем, что необходимо будет сделать, с какого момента делать. К примеру, 20-го числа мы на усиленный вариант перешли все полностью. Мы запросили списки со всех организаций, где у нас утренники проходят, дошкольные, школы, да, везде полностью. Это мы делаем специализированные планы, приближаем наряды, где-то сотрудники госавтоинспекции выставляются, то есть смотрим. Вот сейчас у нас большие мероприятия в ДОЦ с детства идут, то мы обязательно порядки выставляем сотрудника полиции. То есть полностью безопасно. Сопровождение автобусов, начиная от инспекторов ПДН, заканчивая антиритической безопасностью. Разговор по охранам был до этого, до рекламы, скажем так. Вот все охранники нами и сотрудники Моросгвардии с привлечением, они все практически по городу проверят. То есть это лицензированные сотрудники, специализируемые учебы, все данные есть, время, сколько детей будет сейчас, сколько народа будет, это все мы полностью планируем, все это у нас, скажем так. Все под контролем. Все под контролем. Хорошо. И третий аспект, да, в эти дни кратно увеличиваются пассажирские перевозки между, ну, международного такси, да, междугороднего и международного такси. В этом направлении, товарищи, мои большие друзья с ГИБДД, давайте немножко поговорим об этом. Особенно в связи с событиями, вот, начало декабря, когда произошли трагические события, да, трагическое событие, вернее, произошло, давайте вот в этом направлении. Такси, межрайонное, междугороднее. По такси, скажем так, эта тема такая, что контролирует ее не только госавтоинспекция, мы в своих полномочиях контролируем вообще обеспечение безопасности дорожного движения в целом. А поэтому по такси мы проводим совместные мероприятия с контролирующими органами. Это гостехнодзор по республике Саха-Якутия. Если это касается междугородних пассажирских перевозок, расширяющих автобусами, то это управление государственным автодорожным надзором. Работаем не только в новогодние праздники, но системно. То есть это в течение года работа ведется, проводятся оперативно-профилактические совместные мероприятия. Тут надо иметь в виду, что есть у нас сложности выявления, скажем так, нелегальных таксистов в связи с тем, что этот процесс у нас протекает латентно. Вот хотелось бы тоже вашей трибуной воспользоваться. Это такие простые рекомендации для тех, кто хочет воспользоваться такси, скажем, на Новый год или поездку запланировал в другой город, в другой район. Прежде всего, это, конечно, желательно к проверенным службам уже обращаться, которым вы пользовались. Когда подъезжает таксист, надо сразу определиться, есть у него ремень безопасности или нет. Если вы везете ребенка сразу при заказе такси, вы оговорите, что со мной проследует ребенок до 6 лет, например, мне необходимо детское удерживающее устройство. Это самые простые формы, которые должны все люди, скажем так, пассажиры, участники дорожного движения соблюдать. Ну и далее пойдем уже, надо посмотреть состояние водителя. Все-таки у нас не секрет, есть факты выявления водителя в нетрезвом состоянии, ДТП с водителем в нетрезвом состоянии. Сразу информировать, у всех есть сотовые телефоны, информировать нас, если что-то не понравилось. Если даже вы уже в машине едете, вы видите, водитель грубо нарушает правила дорожного движения, выезжает на полстречное движение. Мы можем, естественно, информировать дежурную часть госавтоинспекции, если это в городе 127, если это вне города 02021, в принципе, сотового телефона или телефона дежурных частей ОМВД по районам. Мы эту информацию принимаем, проверяем и, во всяком случае, будем вам благодарны. Если касается такси, что-то вас не устроило в обслуживании, конечно, это вот то, что я сказал выше, есть организации контролирующие. Но мы звонок тоже примем, информацию перенаправим. Вот это хотелось бы сказать по такси. И по межгороду хотелось бы тоже воспользоваться вашей площадкой. Если вы даже движетесь не на такси, а на своей собственной машине передвигаетесь, и вы увидели препятствие на проезжей части, в виде даже брошенной автомашины сломалась, или, может, кто-то груз обронил, тоже, пожалуйста, просим вас информировать о нас. Мы соответствующие службы, соответственно, будем информировать, чтобы эти препятствия убрать. Потому что, сами понимаете, видимость ограничена может быть, скорость большая. У нас дороги сейчас лучше стали, не секрет. Поэтому вот хотелось бы тоже этот момент. Вы ограниченные условия видимости упомянули, да? Не секрет, что чуть ли не определенный процент населения близлежащих районов, улусов в эти дни находится в городе. Кто-то там ребенка привозит на елку, кто-то затаривается продуктами, подарками закупается. Участилось ли, невооруженным глазом, вернее, видно, что участилось количество ДТП, которые в условиях нашего тумана, да? Ну, давайте, что делать-то? Обычные, простые рекомендации. Ну, во-первых, хотелось бы обратиться к водителям, те, которые осуществляют перевозки пассажиров, сами едут, семью или, как вы сказали, сюда, в центр, будем так говорить, в административный центр для покупок, да? Ну, во-первых, что быть культурными вождениями, это первое. Все-таки человеческий фактор, он играет огромное значение. Далее, значит, следить за техническим состоянием своего транспортного средства. Оно должно быть исправным, начиная с рулевого, тормозного управления. Теперь, значит, обязательно нужно при движении, будем так говорить, руководствоваться тем, что в какое время мы едем. Обязательно. Вот мы сказали о том, что условия недостаточной видимости. Вот все, в основном, в данный момент дорожно-транспортные происшествия, которые проходят, они совершаются вот именно из-за наличия тумана. Так, в простонародье, будем так говорить, тумана. Да на ощупь едет, Вячеслав Александрович, да. В основном, да, это все-таки та задымленность, которую создают те же транспортные средства. То есть здесь водители должны быть не то, что вдвойне, даже втройне быть внимательными, особенно, когда происходят те моменты, когда они идут на обгон или опережают транспортные средства. Всякое может случиться, в любой момент что-либо может оказаться на дороге. Тот же сломанное, тот же транспортное средство, стоящее без опознавательных знаков. Какой-то предмет. Об этом мы постоянно говорим, и вот в средствах массовой информации на этот упор, на это мы делаем основной упор. Достучаться, будем так говорить, до тех водителей, которые именно пренебрегают вот этими вот требованиями правил дорожного движения. Я еще раз вот постоянно говорю и утверждаю, что действительно правила дорожного движения, они не просто так написаны, они написаны кровью, той, которая вот происходит. Потом мы все видим, какие последствия, к чему это приводит. Такие жертвы, такое горе людей. Поэтому хотелось бы, пользуясь еще раз говорю моментом, обратиться ко всем участникам дорожного движения, именно чтобы соблюдали правила дорожного движения, были культурно, вежливы по отношению друг к другу. И все-таки не секрет, что грядущее, возможно, грядущее потепление, оно тоже вызовет проблем. Согласна? Вот перепады вот эти температурные? Конечно, конечно. Вот о чем я и сказал буквально минуту назад, о том, что водитель должен руководствоваться именно правилами движения. Там сказано все, что есть, такие существуют климатические условия, дорожные условия. О чем вот вы сейчас и говорите. Вот мы буквально закончили мероприятие такое большое, где были все задействованы, я думаю, здесь присутствующие люди, которые нас сейчас смотрят в телевизор. Это елка главы. Задействовано было очень много народу. Было задействовано много транспорта, который перевозил детей, организованные группы детей. Много было задействовано сотрудников полиции, в охране общественного порядка. Именно если говорить ГАИ, это в сопровождении транспортных средств. И вот исходя из того, что на сегодня мы имеем, учитывая все вот эти вот факторы, которые я сказал, опыт предыдущих лет, мы учли это все и, будем так говорить, провели мероприятие, сопровождение. Они довольно-таки далекие были. Если брать вот Вилюйскую группу, это Сунтар шло, это вся дорога, везли детей, да. Значит, с Тампонского района, начиная от движения, шло сюда в город. Алданский район. Все это сопровождалось ГАИ. С учетом, конечно, вот всех этих факторов. Всех моментов. Не в опроводание, а в пользу ваших слов я скажу еще одно, что, товарищи водители, на самом деле, объективно риск нарваться на сотрудника ДПС в тумане, нежданчиком, очень высок. Они расставлены буквально везде. Это тактика тотальных проверок, которая дает свои результаты. Это еще раз наглядное доказательство того, что органы правопорядка, обеспечивающие безопасность дорожного движения, на самом деле, работают и пытаются снизить ту печальную статистику, которая чьи-то разбитые машины, чьи-то разбитые, возможно, испорченные праздники и так далее, и так далее. И еще раз возвращаясь и подытоживаю перед завершением нашего эфира. Все-таки, если мы внесли капельку успокоения, ответили на некоторые вопросы, еще раз, со стороны всех социальных учреждений, со стороны всех надзорных органов, включая отсутствующих сегодня сотрудников пожарного надзора, предпринимаются все действия, чтобы обеспечить праздники новогодние, самые яркие, самые любимые всеми взрослыми детьми праздники, чтобы без печальной статистики чрезвычайных происшествий. И давайте с чистой совестью, с тем, что мы предприняли все от нас зависящее, мы пойдем пить шампанское и вкушать те самые мандарины, которые с Оливье. С Новым годом! С Новым годом!